Здравствуйте! На канале ВКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Новости Инга Габеша. Новости Инга Габеша. Губернатору края представили концепцию создания индустриального парка в Краснодаре. Вениамин Кондратьев встретился с партнером компании Дега Девелопмент. Документ о намерении развития большой промышленной площадки был подписан еще на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. А уже сегодня в деталях обсудили, как будет выглядеть индустриальный парк. Планируется, что он включит в себя несколько кластеров, в их числе производство сельскохозяйственных машин, деревообработка, а также медицинская и легкая промышленность. Как отметил Вениамин Кондратьев, основной упор краевые власти сегодня делают на предприятия, которые изготавливают продукцию для дальнейшего развития производства. Не только шутили, но и обсуждали серьезные вопросы. Губернатор Вениамин Кондратьев встретился с участниками краевых команд КВН. Краевое движение веселых и находчивых набирает обороты. Только за этот год пять кубанских команд вышли на федеральный уровень. Две играют в высшей лиге и три в премьере. Глава региона отметил, что это довольно хорошие результаты. Кроме того, качество, которое воспитывает игра, по мнению губернатора, значительно помогут ребятам в дальнейшем. Молодежь, которая задействована в КВН, талантливая молодежь, конечно, неординарная молодежь. Такие яркие личности, безусловно. И вот на Кубани очень много таких ярких молодых мальчишек и девчонок. Это такие алмазы. Все вместе должны мы постараться, чтобы сделать из них бриллианты. А, конечно, для этого нужно, чтобы они огранились. Тогда они засверкают. И притом не только в КВН они засверкают. Они могут засверкать и в общественной жизни, и в политической жизни, и в нашей экономике, нашего региона. Это же нестандартное мышление. Умение принимать решения, очень быстро реагировать на ситуацию. Только за такими ребятами будущее. Настоящей звездой федерального канала в последнее время стала команда «Русская дорога» из Армавира. Одна из недавних побед в Международном музыкальном фестивале. Ребята взяли второй по значимости приз «Большого Кевина» в Светлом. Вениамин Кондратьев поздравил участников команды. Ее капитан рассказал губернатору, в чем их главных секрет успеха. Мы, наверное, единственная команда сейчас в высшей лиге, кто не то, что даже старается. Мы не шутим плохо про наш город. У нас такая позиция. Нам всем нравится наш город. Почему мы должны про него плохо говорить? У нас красивый, большой, чистый, классный город. Впрочем, чем покоряли зрители и жюри, ребята из Армавира не только рассказали, но и показали одно из своих выступлений. Их пример успеха должен быть заразительным, отметил губернатор. В регионе нужно продолжать создавать такие площадки для творческого развития молодежи, чтобы игра в КВН приобретала все более массовый характер. Поэтому готовить будущих звезд большой игры необходимо еще со школы. Нам нужно постоянное движение. Это процесс бесконечной поддержки КВН и развития КВН. Действительно бесконечной. Мы сегодня видим, что так получилось, что у нас команды играют и в премьер-лиге, и в высшей лиге от края. И у нас огромный сегодня интерес. Он просто возродился, он вновь появился этот интерес. КВН для меня это очень здоровая альтернатива сегодня для молодежи, где она может и чем заниматься. Очень здоровая. При том, что общество, которое умеет смеяться, при том смеяться над своими ошибками, оно потенциально обречено быть здоровым обществом. А КВН этому учит, в первую очередь, высмеивать негативные процессы, но подходить к решению конструктивного решения. Всего за год количество КВНщиков край значительно увеличилось. Сегодня их более 700 человек. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Исполняющая обязанности министра образования края Ольга Медведева ушла в отставку. Об этом сообщает портал Кубань24 со ссылкой на источники в ведомстве. Как говорится в сообщении, Ольга Медведева уже собрала аппарат министерства и сообщила о своем решении уйти с занимаемой должности. Основная причина – по семейным обстоятельствам. Напомню, исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Ольгу Медведеву назначили 10 апреля. До этого она в течение 10 лет руководила Сочинским управлением по образованию и науке. Члены комитета по подготовке к Олимпиаде 2020 года посетили Сочи. На этот раз самое ожидаемое спортивное событие пройдет в японском Токио. Гости из страны восходящего солнца пробыли на курорте два дня и за это время оценили олимпийское наследие. В составе делегации было 6 человек. Это представители одной из крупнейших корпораций Японии. Ее сотрудники будут помогать правительству страны организовывать Олимпиаду и Паралимпиаду. Гости прогулялись по городу, а также побывали в музее спортивной Славы Сочи и посетили и олимпийские объекты. Ну а в мэрии для иностранной делегации провели презентацию курорта и рассказали о том, как олимпийские игры повлияли на жизнь города. Это строительство дорог, спортивных сооружений, школ. Это действительно уникальный опыт, когда посредством спорта мы практически изменили жизнь по лучшему целого города. Сегодня из 60 тысяч детей школьного возраста спортом в спортивных школах занимается 38 тысяч человек. Мы очень хорошо знаем о том, насколько успешно была проведена Олимпиада в Сочи. В вашем городе осталось прекрасное наследие. Радует, что все объекты используются сейчас. Увиденное превзошло наше ожидание. Диалог между Россией и Японией будет укрепляться. Вскоре у Сочи может появиться еще один город по братьям. Идут переговоры с мэрией Нагато. Визит туда российской делегации запланирован на октябрь. Тогда же может состояться и ответный визит в Токио. Специалисты, которые организовывали спортивный праздник в Сочи, поделятся опытом, что называется, на месте. Строительство кометы для путешествий по Черному морю подходит к концу. Судно на подводных крыльях комета 120М переведено из судосборочного цеха Эллинга на так называемое достроечное место. Это следующий этап в создании первого в России инновационного судна на подводных крыльях. В ближайшее время предстоит выполнить центровку и окончательную установку двигателей. Затем специалисты приступят к электромонтажным работам. Покрасят корпус, сообщается на сайте судостроительного завода «Вымпел». После спуска на воду комета будет отправлена для проведения отделочных работ и ходовых испытаний на Черное море. В следующий сезон планируется начать эксплуатацию кометы на маршруте Сочи-Крым. Такой вид транспорта курсировал по морям и рекам нашей страны еще в советское время. В СССР выступили около сотни таких кораблей, часть из которых пошла на экспорт. Это было сравнительно небольшое – 35 метров в длину и 11 метров в ширину – быстроходное судно, предельная скорость которого составляла 60 км в час. Вместимость варьировалась в зависимости от модификации, но в среднем составляла 120 пассажиров, сообщает администрация Сочи. Черный список арендаторов сочинских пляжей, о формировании которого власти курорта заявили на прошлой неделе, может пополниться. Специальная комиссия продолжает проверки территорий отдыха. Главное, на что обращают внимание, насколько обеспечиваются меры безопасности. Если в Лазаревском районе серьезные претензии возникли к пяти арендаторам береговой паласы, то в Центральном таковых уже два. Мер воздействия – расторжение договора аренды. За что именно, расскажет Елена Овсецина. Молодому человеку еще нет 18-ти, а он уже отвечает за безопасность отдыхающих. Пока юному спасателю никого вытаскивать из воды не приходилось. Плавать умеете? Это радует. Для неопытного отдыхающего прибрежная полоса – зона риска. В 30-ти градусной жару можно получить тепловой или солнечный удар. Однако на территории одного из пляжей микрорайонного майка нет даже аспирина, как и врачей в медпункте. При таких недостатках, скажем, пляж к эксплуатации запрещается. Мы на данный момент будем сейчас составлять административный материал, сообщать главному государственному инспектору по Краснодарскому краю ГИМСа, который будет, наверное, принимать решение о запрете эксплуатации этого пляжа. Правила организации пляжного отдыха в Краснодарском крае утвердили 11 лет назад. При этом каждый арендатор обязан выполнить все условия договора с местной администрацией. Так что пенять на незнание закона арендаторы не могут. Впрочем, судя по словам предпринимателей Сергея Аверина, главная проблема на пляжах – недостаток в квалифицированных кадрах. Местные, так скажу, на эту работу не идут. Соответственно, с приезжими очень много проблем. Сейчас в сочинских гостиницах, на набережных и, конечно, пляжах людей много. Насыпил пик туристического сезона. А потому контроли за организацией отдыха в мэрии уделяют повышенное внимание. Каждый день в рейды выходят сотрудники администрации курорта, полиции и государственной инспекции по маломерным судам. Рейды и мероприятия сейчас будут проводиться по центральному району и основному в Лазаревском районе. Также мы после этого будем и Альдерский район, и Хостинский район. Огрехи по благоустройству обязывают переделать. Аттракционы, которые небезопасны для жизни, запрещают использовать. Нелегальные катамараны отправят на штабстоянку. Впрочем, даже для кандидатов на черный список пока не все потеряно. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ». Центр Сочи стал свободнее. Инспекторы ДПС совместно с представителями городской администрации проверили, как изменилось движение с принятием новых правил эвакуации. Присмотрели установленные ранее знаки и нанесенную разметку. Между тем, экипажи ДПС активно эвакуируют машины с центральных улиц города. Но только те, что действительно мешают проезду. Оправдала ли себя новая схема? Узнаем у Татьяны Говорковой. Эти знаки на улице Островского пока еще закрыты черной пленкой, но совсем скоро их действие вступит в силу. Парковаться запрещено, работает эвакуатор. И это решение приняли сами сочинцы. Недавно проводился ряд опросов населения, которые и обозначили главные болевые точки стоянок. Теперь территорию активно патрулируют инспекторы ГИБДД. Пересмотрена и правомерность прежних разметок и ранее установленных знаков. Здесь, например, еще недавно было 15 машиномест для инвалидов. Теперь их оптимизировали. Полицейские дают оценку. Эвакуация в Сочи стала вызывать меньше нареканий. Основным преимуществом является недопущение парковки, когда подвижная даже по данной службе с использованием системы громкоговорителей предупреждает водителя нарушение права основной стоянки и пытается их убрать. Для тех водителей, которые оставляют свои автомобили в зоне 10 знаков, с помощью понятых оставляется протокол сдержания, после чего указан транспорт перемещается на специализованную стоянку. Патрулируют центральные улицы города, как правило, два экипажа ДПС. Инспекторы составляют протокол и только тогда вызывают эвакуатор. Комплексное изменение алгоритма расчистки города уже дало первые результаты. Несмотря на то, что все равно эвакуация транспорта происходит, это не основная цель провести именно эвакуацию транспорта. Основная цель сделать улицы проездными, чтобы машины не нарушали правила дорожного движения. Вставляется очень много административных материалов, протоколов нарушения правил дорожного движения. Производится эвакуация в крайних мерах, когда транспорт мешает. Воровского-Островского конституции рос. Улицы, где неправильно припаркованы машины, непременно приводят к пробкам отныне под пристальным вниманием не только инспекторов ДПС, но и городской администрации. География Чистого квадрата будет расширяться, опять же, по согласованию с жителями. И, может быть, именно поэтапная расчистка улиц избавит весь город от неизбежных заторов на дороге. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Массовое ДТП произошло накануне в субботу в Сочи. Столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Все случилось на выезде из Хостинского тоннеля. По предварительной информации, в красный БМВ «Кабриолет» врезалась белая иномарка. Затем в нее влетел «Фольксваген», а уже после «Рено Логан». Таким образом, пострадали сразу четыре легковушки. К счастью, в результате такого массового ДТП никто не пострадал. Авария случилась на участке трассы, где ведутся дорожные работы. Это в районе Малого Ахуна. Но, как утверждают в Управлении федеральных дорог, дорожные условия никак не спровоцировали дорожно-транспортное происшествие, ведь работы ведутся вне проезжей части. Сохранены две полосы движения. Более того, скоростной режим здесь снижен с 90 до 40 км в час. Еще одно ДТП случилось в ночь на 19 августа в районе Адлерского жидовокзала. Как пишут очевидцы, «Лада Приора» двигалась с большой скоростью. Водитель не справился с управлением. Вылетел на обочину и столкнулся с стоявшей там газелью. Молодого человека зажало в машине. Его пришлось извлекать из салона спасателям. Водитель автомобиля серьезных травм не получил. Спасатели МЧС России оказали помощь пострадавшим сочинцам. В субботу помощь потребовалась местному жителю, который сломал ногу в горной лесной местности в районе поселка Воронцовка. Сотрудники МЧС оказали доврачебную помощь 37-летнему пострадавшему и на носилках перенесли его к автомобилю врачей. А вечером в пятницу к ним обратились сотрудники скорость с просьбой транспортировать пострадавшего. Как сообщили врачи, в районе Северного мола морского порта на бетонные конструкции упал парень и получил травму ноги. Спустившись к пострадавшему, спасатели закрепили 17-летнего сочинца в носилках и подняли к дороге. Молодой человек был незамедлительно госпитализирован. Обувь известных брендов не прошла таможню в Сочи. У пассажирки поезда Москва-Сухум изъят товар. На таможенном посту Адлер инспекторы сочинской таможни совместно с пограничной службой ФСБ России по Краснодарскому краю выявили партию незадекларированной обуви. Внимание таможенников привлекла пассажирка поезда с двумя большими дорожными сумками. В результате проверки там была обнаружена мужская и женская обувь. Всего 74 пары с логотипами известных брендов. Жительница Абхазии пояснила, что обувь купила в Москве и везла в качестве подарков своим внукам. В сочинской таможне возбуждено дело об административном правонарушении, ведь такой товар и в таком количестве подлежит обязательному декларированию. Также женщина не представила документов от правообладателя торговых марок на перемещаемый товар. В сочинской таможне направлен запрос правообладателю о наличии либо отсутствии признаков контрафактности обуви. Нелегальная обувь изъята, направленная на экспертизу. По данному факту ведется административное расследование. И к другим новостям. В дни новой волны в Олимпийском парке ограничат движение транспорта. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября. Сегодня в администрации города прошло расширенное заседание Оргкомитета по подготовке к популярному конкурсу. На новом месте новая волна зазвучит по-новому. Ожидается приезд мировых звезд ЛПИ и Робби Уильямиса. Три конкурса дня, отданные 14 конкурсантам из 12 стран мира. Будут, как обычно, день открытия, день закрытия, гала-концерт и вечер, посвященный 50-летию Филиппа Киркорова. Две открытые дискотеки с участием звезд порадуют горожан и туристов 11 сентября в Олимпийском парке и 12 сентября на площади у Южного Мола. Действительно, в этом году мы переезжаем на новое место. И в связи с этим, конечно же, огромное количество возникает проблем, трудностей, решаемых, слава Богу. Дай Бог здоровья и огромные слова благодарности городу и главе города, и краю. И главе края за то, что, конечно, все активно за неимоверно короткий срок подготовили площадку к строительству нашего зала, не вейв-холла. Поэтому все идет в штатном режиме, по расписанию. Новая волна не стоит на месте. Сначала был грандиозный переезд из Южного Мола в центр Сочи, теперь в Олимпийский парк. Несмотря на новую дислокацию, продажи билетов идут активно. А значит, зрителей будет так же много, как и в прошлом году. Для них сейчас активно благоустраивается площадка перед концертным залом. Физически все будет готово? Физически готово? Все. Сегодня вечером тогда смотрим, время не теряем. Ничего критичного, требующего подключения присутствующих, нет? В дни новой волны в городе ограничат проезд по Олимпийскому проспекту от пересечения с улицы Триумфальная до пересечения с улицы Чемпионов. А также будет запрещен выезд машин на Олимпийский проспект с улиц Парусная и Старообрядческая. При наличии аккредитации проезд участников и зрителей к месту проведения новой волны будет без ограничений. Рядом с концертным залом разместятся как платные, так и бесплатные парковки. Елена Овсецина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Этой осенью в Сочи стартуют предварительные продажи единого ски-пасса. Сейчас горные курорты Красной Поляны разрабатывают единую систему, которая позволяет фиксировать гостей по одному электронному носителю на всех трех курортах. Такое решение было принято в связи с тем, что сейчас курорты используют разные системы. На данный момент программа готовится на базе платформы «Скидата», уже работающей на курорте «Горкий город». Знаковое решение о создании единого ски-пасса для трех горных курортов Сочи было принято в ходе совещания 5 января председателем правительства Российской Федерации. Дмитрий Медведев поручил разработать и реализовать механизм внедрения единого электронного носителя для посещения всех зон горнолыжного катания в Красной Поляне. Это позволит каждому гостю не выбирать между курортами, а попробовать все возможности горнолыжного отдыха сразу. По единому ски-пассу будет доступно 153 километра трасс. Туристам на выбор будет предложено несколько тарифов единого ски-пасса в зависимости от периода использования. Разовый со сроком действия один день, сезонный абонемент с момента открытия и до оканчивания горнолыжного сезона на одном из трех курортов, и абонемент на несколько дней – от двух до семи. Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах всех курортов Красной Поляны. Сейчас разработчики уже адаптируют систему под единую платформу на базе ски-дата. Это решение обосновано опытом технических служб по проведению интеграции системы, не требуя дорогостоящей замены уже установленного оборудования ни от одного из курортов. Предлагаемый вариант проверен на десятках крупных европейских курортов и зарекомендовал себя как надежный и выгодный. По предварительным данным, период настройки системы запланирован с сентября по ноябрь. Запуск запланирован на декабрь. В Сочи определился состав сборной России по вольной борьбе. Спортсменов, которые в конце августа отправятся на чемпионат мира в Париж, отобрали и по результатам финальных поединков. Конкуренция в национальной команде огромная. Из 120 спортсменов только 8 отправятся во Францию. За путевку на мировое первенство упорную борьбу вели борцы Дагестана, Северная Осетия и Алании, Южная Осетия, Чечни, Кабардино-Балкария, Карачаева-Черкесия, Якутия, Красноярска и Москвы. В итоге главный тренер Дзамбалат Тедеева звучил состав сборной России. В нее вошли Именно эти спортсмены будут отстаивать честь страны на чемпионате мира в Париже. Сочинская волна подвела итоги. Открытый турнир города Сочи по художественной гимнастике собрал более 300 участниц на одном ковре. В гибкости и пластике соревновались как юниоры, так и мастера спорта. Организатором соревнований по традиции выступила Сочинская спортшкола номер 2. Сочинка Анастасия Запашная художественной гимнастике посвятила 10 лет. О своем выборе, который гимнастка сделала в свои 4 года, она ничуть не жалеет. Сегодня Настя – кандидат в мастера спорта. И это огромный стимул, отмечает спортсменка. Мечты о большом спорте становятся все реальнее. В детстве я ходила на танцы и на гимнастику, но потом мама поставила перед выбором, и я выбрала гимнастику. Для того, чтобы в конце соревнования получить награду, нужно обязательно на тренировках очень стараться, пахать, не лениться, элементарно работать. Для малышей, которые приехали на Сочинскую волну даже из-за Байкалья, этот турнир как мастер-класс. За выступлениями мастеров и кандидатов в мастера спорта девочки наблюдают с придыханием и тоже мечтают. Только не об олимпийской медали. Спортсменки понимают – в спорте всего добиваются поэтапно. Я занимаюсь гимнастикой два года, и я хочу, чтобы… Я хочу танцевать с лентой и хочу стоять на бедестале с кубком. Я для этого делаю, занимаюсь хорошо, тренера слушаю. И всегда его слушаю, и он меня тянет. Я терплю, потому что я хочу добиваться того, что я хочу и мечтаю. Тренера зовут Ассося Андреевна, она мне помогает. Она мне, конечно, нравится. Лиза, хоть и преследует спортивную цель, но в свои семь лет рассуждает и о пользе спорта. Гимнастика – это для девочек очень хороший вид спорта. Потому что для девочек это очень красиво. Спорт мне дал красивую фигуру, крепкие ножки и закаленность. За кубки и медали 300 гимнасток боролись три дня. Спортсменки демонстрировали свои способности в индивидуальных и групповых упражнениях. Также соревновались в пластичности и гибкости с предметом. Гимнастические, акробатические и танцевальные комбинации гимнастки выполняли с мечом, обручем и булавами. Наши на очень высоком уровне. И, как правило, конкуренты являются сами себе. Девочки, естественно, растут. Девчонки по группам и упражнениям. Команда кандидатов в мастера спорта принимала в прошлом году участие на «Надеждах России». Это очень престижный турнир. Наши соревнования – это праздник для детей. Это, ну, своего рода, 1 сентября в нашей школе. Несмотря на дружеский турнир, награды нашли своих обладателей. Теперь сочинская волна нахлынет на гимнасток ровно через год. За это время, уверены тренеры, каждый из спортсменок станет ближе к своей мечте. В целом, сочинские спортсменки принесли городу 19 золотых медалей в личном зачете и 5 комплектов золотых медалей в групповом, также в активе нашей команды 46 серебряных и бронзовых наград. И в завершении информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валеденталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.